Девушки отдыхают Сахарные свеклы убрали на 10% больше, чем в прошлом году. Аграрии уже обработали 95% площадей и получили почти 2 миллиона тонн корнеплода. Глава региона подчеркнул, что первостепенная задача в сельском хозяйстве – это подготовка к урожаю 2023 года. Сбалансированность бюджета позволяет Ставрополью выполнять все социальные обязательства перед гражданами. Об этом рассказал Владимир Владимиров на заседании Координационного совета по обеспечению экономической стабильности. Как отметил губернатор, главными направлениями для региона остается поддержка участников СВО и выполнение национальных проектов. Владимиров подчеркнул, что для края важно сохранять экономическую устойчивость и наращивать объемы производства. В следующем году в Станице-Темнолеской построят врачебную амбулаторию. Там обустроят кабинеты врачей, отделение дневного стационара и процедурную комнату, сообщили в региональном Минздраве. Также оборудуют кабинет неотложной помощи. Работы проведут по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Завершается ремонт дороги Кочубеевская-Васильевский-Андреевский. На 7-километровом отрезке уже обновили асфальтобетонное покрытие. Сейчас приводят в порядок обочины, сообщили в региональном Миндоре. Также на участке установят знаки и нанесут разметку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Невиномыски капитально ремонтируют 6-й лицей. Специалисты проводят отделку внутренних помещений, меняют полы, перегородки и дверь. Также обновят фасад учреждения, сообщили в региональном Министерстве образования. Работу проводят по президентской программе капремонта школ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова